Всем привет, друзья! С вами Амвайдевит21. Ни на одном из прошлых стримов один человек мне вдонатил и написал, чтобы я поменял в танках какие-то вот три вещи прямо сейчас. Я не нашел, что ответить, потому что вопрос был совсем непростой и решил даже сделать по этому тему отдельное видео, где с вами поделиться. А правда, чтобы я прямо сейчас поменял бы в танках, вот чтобы коротко и ёмко, какие-нибудь там три вещи. Поначалу в голову лезли такие мысли, что, наверное, было бы как-нибудь неплохо ограничить голду. Ну, типа в боекомплектах её сделать фиксированное количество. Или как-то уменьшить у неё альфу, чтобы пусть было выше пробития, но меньше раз в урон и так далее. Но на самом деле тут всё точно никогда не поменяется и на это даже глупо рассчитывать. Потому что, с одной стороны, для Wargaming продажа голдопулек это, считай, актуализация всех премов и премаккаунтов. Люди на это фармят, тратят время, покупают всё там. То есть это никогда не поменяется. Да и с другой стороны, ну, как бы все привыкли к этому. Да и потом, не бывает такого, что вот у всех танков одинаковые правила для голды. Половина танков в нашей игре без голды вообще неиграбельна. Какая-то часть играбельная только на голде. Там эти бабахалки всякие британские, японские тяжи и прочее. Поэтому я считаю, ну, здесь нечего менять. Второй момент лезть в голову, было бы, наверное, здорово поменять баланс танков. Но в последнее время уже всё, что нужно, сделано. Даже скажу больше, некоторые разработчики прям, как бы, нарочито меняют танки, когда их уже никто не просил. И здесь я бы даже сказал бы, хватит менять танки, хватит балансить ветки. Всё уже нормально, более-менее полтора каких-нибудь там кривых према, ещё бы там ждут своей очереди. Но всё остальное уже не надо трогать, сколько можно. Ещё одна из мыслей в духе, а может быть вернуть таки общий чат в игру? Ну, лично я им никогда не пользовался особо. Лично я понимаю, что ничего хорошего в нём действительно нету. И, типа, выстрелить с арты во врага и спросить у него, ну, типа, как там, хорошо тебе? Это, ну, уже как бы прошлый век, это, правда, не доставляет. Без чата уже все свыклись, привыкли, я не думаю, что все будут прям ламповыми добрыми и действительно какой-то смысл будет в общем чате. То салют позицию твоего последнего оставшегося союзника, то ещё там чё-нибудь. Это не прикольно, хрен с ним, с чатом. Ну, в смысле, вернут окей, не вернут окей. А вот что по-настоящему бы стоило поменять? Вот здесь я назову вам свои три пункта. В комментариях вы поправьте меня, может быть я не прав, ошибаюсь. Добавьте своих пунктов или мои какие-то уберите, если считаете их ненужными. Итак, первое, что мне кажется, нужно сделать уже очень срочно, это подправить патчмейкер. С ним, в смысле, всё в порядке. То есть, все там эти 3, 5, 7, одноуровневые, двухуровневые бои, хрен с ними. Смысл не в этом. Смысл в том, что почему-то льготные премы, да не только премы, не только льготные, попадают очень часто подряд в бои с девятками, например, льготные, те же КВ-5 там и так далее. Любой другой прем воюет практически безвылазно в боях с десятками. Это не прикольно для некоторых танков в особенности, типа там КВ-5 и так далее. Уж не буду там это всё перебирать по 100 раз. Смысл этого переделывания как бы от моего лица до этого матчмейкера сделать жёсткое ограничение. Чтобы фиксировано твой танк в третий случай воевал с шестёрками, то есть в топе как бы, в третий случай в дне и в третий случай в серединке. Двухуровневый там бой, трёхуровневый, наплевать. Самое главное, чтобы было по-честному, чтобы ты был справедливо и честно в каких-то ситуациях на коне, каких-то под конём, к примеру. Ну, в том смысле, чтобы было справедливо. Ты нагибаешь, тебя нагибают, а не только тебя одного. Второй пункт, вот здесь очень сложный, возможно, есть много нюансов, но он тоже, чёрт подери, важный, давно напрашивается. Я бы в этой игре запретил все-все-все пользовательские модификации, в срочном порядке их добавив в игру те, которые нужно. Это моментально бы убило все проблемы с фокусом статистов. Это убило бы все проблемы с читерами, с этими бесконечными тундрами, вангами и прочей всякой лабудой. Это настолько осточертело уже за много лет. И пусть это как бы в World of Tanks не так чувствительно, как в каких-нибудь там шутерах, в других, в PUBG, например. Там, ну, читера совершенно невозможно законтрить. Тут-то, в принципе, можно, он не получает там возможность БК взрывать каждым шотом и так далее. Но проблем там столько именно из-за этих модов. С одной стороны, многие их любят, но с другой стороны, в них есть куча зла. И те моды, которые любят, надо в игру добавить. Причём из них, я думаю, все там статистические отображения игроков в игре точно не стоит добавлять. Они добра не приносят. То есть ты можешь видеть, уже сто раз об этом делал видосы, ты можешь видеть свою команду после боя, вражескую команду. Как угодно, там, красные, зелёные, на них разглядывай, смотри. Но в бою ты знать об этом не должен. Это ничего не даёт. Это, наоборот, даёт некую неизвестность, сюрприз. А то какой сюрприз, когда ты попал в одну команду с одними красными, а у них там, допустим, одни зелёные? Ты там и уже проиграл до боя. Это не сюрприз. Это как бы плохо. И третья вещь, которая тоже, я считаю, очень важна и о которой как-то мало внимания, я бы серьёзнейшим образом ужесточил систему наказаний за тимкилл, за тимдамаг и за подпирание. Если с подпиранием твоих союзников, другим союзников, ещё тут до конца не разберёшься, как это всё правильно настроить, тут только системой хороших и правильных и своевременных жалоб должно как-то решиться. Тут надо подумать, как следует продумать. Но эта проблема, я думаю, решабельна, решаемая. И система наказаний для тимкилла тут всё просто. Вот нынешние какие-нибудь там несчастные, там минус 10 тысяч кредитов, если ты выстрелил по союзнику, это ничто. Любой этим пренебрегает. Плюс в правилах Wargaming есть такое. Ты не должен типа выйти из боя и получить минус по кредитам. Ты можешь самое минимальное, что получить, это ноль. Поэтому вот так вот всё. Выстрелил союзника, а наплевать, хуже, чем ноль не будет. А если бы это помножить на 10, если бы ты там выстрелил союзника, и вместо 10 тысяч кредитов ему бы 100 выплатил. И у тебя после боя минус там допустим 70 тысяч кредитов. Это довольно много. И каждый раз, даже случайный выстрел по союзнику, ты бы серьёзнейшим образом обдумывал. Типа там союзник с врагом допустим в клинче стоят, а ты на арте. Ты такой, ха, кину в кучу, наплевать. Кидаешь там всем по 300, по 400, всех оглушил. И чтобы этого не было, чтобы ты, сделав такой выстрел, пришёл в ангар, там у тебя бац и минус 70 тысяч кредитов. Или, если даже у тебя их было ноль на аккаунте, чтобы у тебя была отрицательная динамика, чтобы ты потом отфармливал это на других танках, без пулик там, без всего, как угодно. Чтобы ты пострадал, потому что это нарушает равновесие в игре. Эмоциональное, что важно. Потому что эти стреляющие союзники в спину своим же, как никто, портят все эмоции от игры, все хорошие. Их и так не сильно много. Но когда тебя в союзник стреляет, потому что ты помешал ему, или, эй, ЛТ, а чё ты стоишь в кустах, не светишь? Ты офигел, что ли? Ну-ка, на на 900 получи, а теперь вот беги посвети. Чтобы этого напрочь не было. Любой игрок играет так, как он хочет. И союзник не должен вправлять ему мозги, потому что он так захотел, или ему он не понравился. Вот так вот, три вещи, которые я бы сделал в игре прямо сейчас. Переделал бы матчмейкер, запретил бы моды, и изменил бы систему наказаний. В принципе, в теории, все они делаются не сильно дофига сложно. Тут, я думаю, мне понадобится 3 миллиарда долларов и 6 лет разработки. Это не хавок ввести, да? Это просто небольшие изменения текущего состояния. Все это просчитывается, все это некоторые строчки кода, которые специалисты сделают, да и даже быстрее, я думаю, чем я об этом рассказываю. Оттестировать, проверить все и запустить в рандомчик. Я думаю, это принесет гораздо больше пользы. Ты будешь одинаково страдать внизу списка, и одинаково нагибать тех, кто внизу списка. Даже если придется подождать минутку. Да подождали бы минутку, ради такого делают. Не было бы никаких модов, показывающих статистику твою врагам. Врагов со статистикой тебе. Не было бы никаких запрещенных модификаций, которые ломали бы, в том числе, сражения на глобальных картах. Там, где накануне просто победа или поражение, а деньги или какие-то серьезные призы. От этого все ГКшники горят, потому что начали все как-нибудь там валить деревья, и противники знают, где они валятся. Все, мы сразу перестраиваемся. Некоторые, наоборот, делают контр-маневр. Отправляют два танка косить лес, как будто бы там едет толпа, вся куча. А другие танки, там вся банда, деревья не ломают. Ну это же, блин, бред, зачем вообще это надо делать? Почему-то нельзя вот так вот разом, просто одним ударом запретить. Ну и системы наказаний тоже, я считаю, тут перегибать палку просто уже, ну, некуда. Уже вот некоторых достало все это безумие и какой-то зоопарк, творящийся в рандоме. Вот такие вот три вещи у меня. Что вы об этом думаете, друзья? Еще раз повторю, оставайте ваши отзывы об этом. Надо ли это менять? Может быть, это мне одному больному кажется? Может быть, нормально все с матчмейкером? Мы не страдаем, может быть, и моды все прикольные, и фокус по статистике, и читы, все тоже здорово и должно быть в игре. Может быть, система наказания адекватная, и у тебя не бомбит, куда с тебя стреляет союзник, например, с бабахалки, а ты на ЛТшке с альфой в 300. Может быть, нормально все-таки должно быть, но у меня вот так вот. Три вещи, которые бы я переделал, это именно эти. Спасибо большое за внимание, подписывайтесь на канал, если было интересно, и увидимся в новых видео и на стримах. Всего доброго, хорошего настроения. Спасибо. Спасибо.